Владивосток. ТП. Сидеть. Лучший город Земли. Здравствуйте, друзья. Это программа «Лучший город Земли». Меня зовут Дмитрий Шакин. И сегодня я приглашаюсь прогуляться по главной улице нашего города, по Светландской. Ну, если вы, конечно, не возражаете. Как вы, наверное, знаете, первые дома в Владивостоке были построены на берегу бухты Золотой Рог. И улиц, как таковых, тогда еще не было. Дома были разбросаны то здесь, то там. И все они располагались в густых лесах. И это было как-то неправильно. Ну, раз есть город, должны быть и улицы. Так что, если верить историческим хроникам, а не верить им, у нас нет никаких оснований, то получается, что первая и главная улица в нашем городе появилась аккурат посреди леса. Просека, прорубленная вдоль берега, получила громкое название «Американская улица» в честь российского парохода «Корвета Америка», который летом 1859 года исследовал залив Петра Великого. «Американская» стала главной улицей Владивостока, и была она довольно короткой. Ну, а к берегу Амурского залива она вышла лишь в 1893-м, и к этому времени была уже переименована в «Светланскую» в честь фрегата «Светлана», на котором Владивосток посетил великий князь Алексей Александрович. И вот что еще интересно, когда-то очень давно, в ноябре 1898-го, общественная литературная газета «Владивосток», которая выходила в нашем городе по воскресным дням, опубликовала на своих страницах фильетон с незамысловатым названием «Из писем к тетушке». Среди прочего в нем рассказывалось и о главной улице Владивостока. И вот о чем шутили сто с лишним лет тому назад. «Дорогая тетушка, чем дольше я живу в Владивостоке, тем больше знакомлюсь со своеобразной жизнью этого города. Первое время мне казалось, что тут вовсе нет никакой жизни. Я видел длинную улицу, по которой ходят и ездят люди, но мне казалось, что они ходят и ездят по ней только для того, чтобы доказать, что по ней можно ходить и ездить. И даже фонари здесь, те самые фонарики-сударики, имеют удивленный вид, точно спрашивая, и зачем это меня здесь поставили? Словом, первое время Владивосток мне показался лишь длинной трубой, в один конец которого ходят только для того, чтобы выйти из другого». В декабре 1907 года городское управо предоставило на утверждение Думы постановление улицу Светландскую и ее продолжение первую портовую, Афанасьевскую, Экипажную и Паротовскую назвать общим именем Светландской. И в том же 1907 году газета «Восточная жизнь» напишет о Светландской следующее. «Когда-то Светландская улица Владивостока была не более чем картофельное поле, и участки на ней продавали собственность за самую ничтожную цену, за 200-500 рублей откупались целые кварталы. В настоящее время ценность земли возросла в миллионы рублей и в дальнейшем прогрессивно увеличивается. Но вернемся на главную улицу нашего города. В 1924 году после смерти Ленина тысячи главных улиц городов страны были переименованы в улицы Ленина. И Владивосток здесь не стал исключением. Согласно постановлению от 24 января 1924 года улица Светландская была переименована в Ленинскую. А в 1992-м по решению Владивостокского городского совета народных депутатов улица Ленинская вновь стала Светландской. Ей было возвращено ее прежнее историческое название. А на сегодня, пожалуй, все. До встречи в программе «Лучший город Земли». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...